Продолжение следует... Также хочу сказать, что данное видео относится к дифференциальным автоматам, ну к дифф-автоматам, и некоторые примеры я буду приводить именно с ними. Итак, по принципу внутреннего устройства УЗО и дифф-автоматы разделяются на электромеханические и электронные. Электромеханические УЗО и дифф-автоматы срабатывают независимо от наличия напряжения питающей сети. Для его срабатывания достаточно тока утечки, возникающего в поврежденной линии. При этом во вторичной обмотке дифференциального трансформатора возникает ток, который и приводит к срабатыванию поляризованного встроенного реле. Это реле, в свою очередь, приводит в действие спусковой механизм дифф-автомата или УЗО, и, соответственно, он отключается. Для срабатывания электронного УЗО или дифф-автомата необходимо напряжение, потому что их принцип работы несколько отличается от электромеханических устройств. В качестве примера рассмотрим электронный дифф-автомат АВТД-32 С16 30 мА от компании ИЭК. В корпусе электронного дифф-автомата АВТД-32 установлена плата с усилителем, которая реагирует на возникновение малейшего тока во вторичной обмотке дифференциального трансформатора, усиливает его величину и создает импульс для срабатывания встроенного реле. Дифференциальный трансформатор у электронного УЗО или дифф-автомата имеет меньшие размеры, габариты и мощность, чем у электромеханических устройств, потому как нет в этом потребности. Небольшое повеличение тока во вторичной обмотке трансформатора усиливается платой усилителя и подается на исполнительное реле, которое, в свою очередь, действует на спусковой механизм. Плата с усилителем питается с выводов контролируемой цепи и, если на плате исчезнет напряжение, например, произойдет обрыв нулевого провода, то в таком случае дифф-автомат не сработает ни при каких обстоятельствах. Электромеханические устройства имеют более простую и надежную конструкцию. А вот у электронных устройств конструкция более сложна и вероятность ее отказов гораздо больше. Например, при импульсных перенапряжениях в сети могут выйти из строя полупроводниковые элементы или микросхема. Так что же выбрать, электронное УЗО или электромеханическое? Отсюда напрашивается логический вывод о том, что электронное УЗО и дифф-автоматы менее надежны по сравнению с электромеханическими. Но распространены они ничуть не меньше, так как по стоимости они ниже, чем электромеханические. Тем не менее, я все-таки рекомендую применять только электромеханические УЗО и дифф-автоматы. Встает вопрос, как отличить электромеханическое УЗО от электронного? Это довольно частый вопрос, который мне задают не только читатели сайта, но и обычные граждане и даже коллеги по работе. К сожалению, большинство продавцов в магазинах и торговых центрах тоже не знают ответ на данный вопрос. Итак, существует несколько способов. Прошу заметить, что все приведенные способы проводятся с отключенными устройствами от сети. Способ 1. Схема на корпусе. Самый первый, но не простой способ – это рассмотреть схему, изображенную на корпусе. В качестве примера рассмотрим электромеханическое УЗО ВД-1-63, 16 А, 30 мА от компании ИЭК. У электромеханических УЗО на схеме изображен дифференциальный трансформатор. Плохо видно, сейчас увеличу. На схеме изображен дифференциальный трансформатор. То есть через него проходят два проводника, фаза И0. Вторичная обмотка дифференциального трансформатора напрямую соединена с поляризованным реле. Вот вторичная обмотка, вот этот виточек. На самом деле там не один виточек, там вот он виточек и соединен поляризованное реле. Реле обычно обозначается прямоугольником или квадратом, как в данном случае. От него в пунктирной линии идет механическая связь со спусковым механизмом устройства. Никаких связей и линий с питающим напряжением сети на схеме нет. Также на схеме изображена схема подключения кнопки тест. Вот еще один пример электромеханического УЗО. Тоже ВД-1-63, 16-амперная, с током уставки 30 мА от компании ТДМ. Как видите, схемы абсолютно одинаковые. Тоже два проводника, вход-выход, дифференциальный трансформатор. Вот его вторичная обмоточка, подключена к реле. И от реле идет механическая связь со спусковым механизмом УЗО. Ну и также показана, как подключена кнопка тест. У электронных УЗО на схеме всегда изображена плата с усилителем в виде треугольника. Это условное обозначение усилителей по ГОСТу. Ну вот, для примера, все тот же АВДТ-32 с номинальным током 16 ампер. То есть это электронный дифф-автомат с номинальным током 16 ампер и уставкой дифференциального тока 30 мА от ИЭК. Ну, в общем, все то же самое. В принципе, два проводника, фаза И0, проходят через дифференциальный трансформатор. Вторичная обмотка дифференциального трансформатора соединена с усилителем. Вот он в виде треугольника с буковкой А. То есть это плата усилителя. Плата усилителя получает питание с питающего напряжения. Вот эти вот два вывода. Вот это с фазы берется, а это берется 0. Так, дальше с платы усилителя уходит связь с реле. И дальше идет механическая связь на спусковой механизм. Также на схеме изображена схема подключения кнопки тест. Вот, взята с одного полюса. Ограничительный резистор. Кнопка тест через нормально открытый контакт, вспомогательный контакт. УЗО или дифференциальный автомат. И уходит на этот же полюс. Да. Боюсь, что первый способ отличить один вид устройства от другого не совсем простой. И без соответствующего опыта можно легко ошибиться. Поэтому предлагаю перейти к следующим способам. Более простым способам, которые дадут 100% правильный результат. Итак, тест. Второй способ. Тест с батарейкой. Тест с батарейкой. Для этого способа нам нужны элементы питания или простым языком батарейки. Можно использовать хоть пальчиковую батарейку. 2,5 вольта. Хоть мизинчиковую, 1,5 вольтовую. Хоть R14, 1,5 вольтовую. Хоть крону 9 вольтовую. В общем, любые батарейки, которые вы найдете у себя под рукой. Главное, чтобы они были заряжены. Так, присоединим к одному из полюсов УЗО 2 провода. Вот у меня заготовочка вот здесь есть. 2 провода. На вход 1 провод подключен. С маркировкой 1. Так. А на выход этого же полюса второй провод. Маркировка 2. Ну, соответственно, УЗО должно быть включено. Ну, а теперь нам нужно соединить эти два провода с клеммами нашей батарейки. Плюс подключим к выводу 1, а минус к выводу 2. Это у нас минус. Подключаем его к выводу 2. Так вот. Это подсоединяем к плюсу. Отключилось. Еще раз пробуем. Отключилось. Еще раз попробуем. Отключилось. Что происходит? При замыкании проводов на клеммы батарейки через замкнутый контакт 1-2, то есть вот этого полюса, начинает проходить ток разряда батарейки. Во вторичной цепи дифференциального трансформатора индуцируется скачок тока, который приводит к срабатыванию поляризованного реле. Реле действует на спусковой механизм и УЗО отключается. Если УЗО отключилось, то значит оно является электромеханическим. Если же не отключилось, то нужно попробовать изменить полярность батарейки и повторить проверку. Если же после смены полярности УЗО не отключится, то значит оно является электронным. Давайте возьмем другую батарейку. То же самое. Минусом к выводу 2, плюсом к выводу 1. А, заведем УЗО. Во, шумит. В общем понятно, да? Аналогично с другим электромеханическим УЗО. Также на один полюс подключаем провода. Берем батарейку. УЗО. Оборот. Отключилось. Ну, в данном УЗО. Причем, главное, они одинакового типа. Оба. Типа А. Ну, здесь, если подключить минусом к выводу 2, а плюсом к 1, УЗО не срабатывает. Здесь нужно наоборот. Плюсом к выводу 2, минусом. Вот видите, отключается. Возьмем электронный диф-автомат, АВДТ-32. Подключим его аналогичным образом. Не отключается. Поменяем полярность батарейки. Не отключается. А не отключается потому, потому что отсутствует напряжение питания платы усилителя. Так, ну и давайте перейдем к третьему способу. Так, это уберем. Третий способ. Постоянный магнит. Возьмем постоянный магнит средних размеров. Вот я взял для примера 2 экземпляра. Один побольше, другой поменьше. В принципе, достаточно вот такого небольшого. Так, ну давайте возьмем электромеханическое УЗО ВД-163 МТДМ. Что нам нужно? Преподнести корпусу УЗО магнит. Провести им вдоль передней панели и боковой части. И если устройство сработает, то значит оно является электромеханическим. Если же нет, то электронным. Демонстрирую. Чувствуется вот как намагничивается. Главное найти и вот поймать. Ну вот где-то вот в этой области нужно провести и она отключается. Просто преподношу. Возьмем для примера другой электромеханический УЗО ВД-163 МТДМ. Возьмем другой магнит. Тоже в передней части. Все, вот видите, сбоку. Преподношу. Ну и то же самое с электронным ДИФ-автоматом. Вот он у нас взведен. Соответственно, ничего не отключается. Другой магнит возьмем. То есть электронное устройство на постоянный магнит не реагирует. Ну, в принципе, на этом все. Надеюсь, что данный видеоролик будет для вас полезен. Всем спасибо за внимание. Ставьте пальцы. Подписывайтесь на рассылку. До новых встреч. До новых встреч. Продолжение следует. Продолжение следует...